Уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, хотелось, во-первых, хочу поблагодарить за то, что у меня есть такая возможность доложить о пациенте. Расскажу немножко про хроническую диарею больного. Эта история скорее в продолжение предыдущей истории Решеты Вахидны про гастроэнтерологов. Пациент 76-го года рождения. В 2007 году у пациента появились жалобы на покраснение лица и на частый жидкий стул до 6 раз в сутки. Как поступает обычный пациент в этом случае? Он, естественно, идет, начально занимается самолечением, уже после этого он идет к гастроэнтерологу. О чем важно помнить? Важно помнить о том, что диарея или какие-то другие симптомы – это в первую очередь симптомы какого-то заболевания. И необходимо лечить не конкретный симптом, а заболевание, по поводу которого эти симптомы проявляются. Какие возможные причины диареи? Это могут быть какие-то инфекционные причины, это могут быть паразитарные причины. Это могут быть хронические воспаления кишечника в виде болезни крона или неспецифического язвенного колита. Это могут быть банальные пищевые отравления. Это может быть синдром раздраженного кишечника, который является заболеванием-исключением. Это может быть непереносимость глютена, молочного белка или прием каких-то других препаратов. Или еще огромное количество других причин. Так вот, пациент пошел к гастроэнтерологу, занимался самолечением. Мы все прекрасно знаем, что если пациент хочет какой-то препарат, мы, скорее всего, его все-таки пациенту назначим. Пациенту проводилась симптоматическая терапия всеми возможными группами препаратов, которые только известны гастроэнтерологу. Это и противодиарейные комбинированные препараты в виде смекты или каких-то других препаратов. Это воздействующие препараты на моторику желудочно-кишечного тракта. Это противодиарейные микроорганизмы, которые пациент получал. И сорбенты, и противомикробные препараты, и даже витамины и ферменты. Был ли какой-то эффект на фоне этой терапии? Пациент, естественно, принимал горшнями эти таблетки. Был ли эффект? Никакого эффекта не было, к сожалению. Прошло два года, и пациент в 2009 году наконец-то попадает к другому гастроэнтерологу, который додумывается выполнить пациента УЗИ брюшной полости. И по данным УЗИ брюшной полости у пациента выявляются множественные очаги в печени. Пациент был дообследован уже комплексно. По данным МРТ брюшной полости были выявлены множественные очаги в обеих долях печени. Максимальным размером до 55 мм в диаметре было выявлено образование в подвздошной кишке, а также увеличенный лимфоузел в брыжейке тонкой кишки. Так это выглядело по данным МРТ. Белобарное поражение, очаги до 55 мм. Пациенту, естественно, была выполнена биопсия печени. Проведено гистологическое и иммуногистохимическое исследование. Был поставлен диагноз метастатическая нейроэндокринная опухоль G2. Ки-67 составил 5%. Естественно, были выполнены маркеры. Серотонин повышен до 1200, хромогранина А480. А также была дообследована моча, уксусная кислота 46 мг в сутки. С 2009 года у пациента усиливается симптоматика, нарастает частота эпизодов диареи, появляется покраснение лица и приливы. Пациент поступает к нам с диагнозом нейроэндокринной опухоль G2 тонкой кишки, CT3N1M1 с поражением печени. Осложнение основного – это картиноидный синдром средней степени тяжести. Немножко о нейроэндокринных опухолях. Нейроэндокринные опухоли – это опухоли, которые возникают из эндокринных клеток, которые располагаются в большей части нашего организма. Большая часть – это приходится всё-таки на органы желудочно-кишечного тракта и на лёгкие, более 80%, и более редкие нозологии в виде тимуса, молочной железы, яичников, простат. Картиноидный синдром – это совокупность симптомов, которые возникают в результате массивного выброса серотонина, нейропептидов непосредственно в кровоток, и возникают у 80% пациентов с функционирующими нейроэндокринными опухолями, которые составляют примерно 10-20% всех нейроэндокринных опухолей. О отделах эмбриональной кишки. Раз у пациента была выставлена опухоль тонкой кишки, то мы можем предположить, что это МИДГАД, то есть средний отдел эмбриональной кишки, который чаще сопровождается карциноидным синдромом, чаще метастазирует в печень, а также редко выделяет гормоны и часто серотонин и другие вазоактивные вещества. Пациент в качестве первой линии терапии получал альфа-интерферон с максимальным эффектом стабилизации процесса, получал его в течение 5 лет. Через 5 лет пациент запрогрессировал, ему был назначен афинитор в качестве второй линии терапии, на котором он продержался всего лишь год. После этого пациент в течение года получал позапонит в качестве третьей линии терапии. И все это время пациент получал аналоги с амтостатином. Обратите внимание, что максимальный эффект был только стабилизация процесса, то есть никаких частичных регрессов, и уж тем более полных регрессов пациента отмечено не было. Но диарея, несмотря на только стабилизацию процесса, купировалась до первой степени. В качестве четвертой линии терапии тоже в течение года пациент получал тимозоламид. И в 2017 году у пациента стал нарастать карциноидный синдром. Естественно, вырос серотонин, и мы задумались, можно ли что-то поменять. Возможно, мы что-то делаем не так. Был проведен общий онкологический консилиум, и в 2017 году было принято решение добавить локальные методы лечения этого пациента. В сентябре 2017 года выполнена химиомобилизация пчуночной артерии доксорубицином. В декабре была выполнена циторедуктивная операция подвздошной кишки, удалён метастаз брыжейки, холецистектомия, экстезионная биопсия метастаза в третьем сегменте печени. Обратите внимание, была выполнена неполная циторедукция. Гистологически подтвердилось, что это нейроэндокринная опухоль. У пациента значительно снизился серотонин в два раза, а также субъективно пациенту стало легче. Диарея оккупирована до первой степени. В дальнейшем пациент получал только ландреатит и наблюдался. Наблюдался он, получается, в течение года. Через год у пациента рецидив карценоидного синдрома. Выросла диарея до третьей степени, это более 7 раз в сутки. Вновь общий онкологический консилиум. Вновь принято решение о локальных методах лечения. Пациенту повторно выполнена химиомобилизация доксорубицином. Снова положительная динамика. Купирование диареи. Пациент вновь просто наблюдался. И через год, естественно, мы выявили прогрессирование заболевания. Серотонин повысился до 1000 нг в мл. По данным МРТ, увеличение размеров имеющихся очагов печени, а также появление новых очагов печени. В дальнейшем серотонин вырос до 1700 нг. Клинически у пациента вновь усилился карценоидный синдром диареи до 7 и более раз в сутки. В связи с тем, что пациент получил большую часть стандартных режимов химиотерапии, таргетной терапии, пациенту была назначена пятая линия капицитабином, которую он получал с максимальным эффектом стабилизации процесса. На фоне проводимой терапии у пациента не была оккупирована диарея. Пациент с электролитными нарушениями, что вполне логично, поступает в хоспис, где пациенту проводилась симптоматическая терапия без эффекта. И 18 декабря 2019 года пациент погибает. Так можно представить линию лечения пациента. И что хотелось бы сказать. Получается, с 2007 года, когда впервые появились симптомы, до 2019 года прошло 12 лет. 12 лет для нейроэндокринной опухоли тонкой кишки. Хороший ли это результат? Ну, наверное, скорее да, чем нет. А что не очень хорошо, это то, что за все эти годы у пациента ни разу не была оккупирована диарея полностью. Это значительное снижение качества жизни. И даже несмотря на то, что мы применяли все возможные методы лечения, никаких значительных улучшений качества жизни у этого пациента не было отмечено. Поэтому, что хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать, что карсиноидный синдром – это грозное осложнение, как, в принципе, и диарея. И очень важно своевременно выявлять и корректировать осложнение как основного заболевания, а также осложнение терапии. Спасибо за внимание.